Амурский тигр В первом периоде была ничья 1-1 И интересно, что при удалении хоккеиста СК-1946 Вот Хуснудинов в меньшинстве Отличный проход по правому флангу И там, конечно, старался Федоров, вратарь команды Амурских тигров Но все-таки пропустил Причем эта шайба заброшена была в меньшинстве Еще раз подчеркну Всего с начала сезона 46-е уже отличились в четвертый раз, играя в меньшинстве Но большинство Амурских тигров продолжалось И вот такой наброс Это вряд ли даже можно назвать каким-то нацеленным броском Но, тем не менее, счет стал 1-1 Это Рашидуллин на ваших экранах Вот все увидели Продолжали атаковать 46-е Очень много было моментов Но так и не удалось забросить шайбу в первом периоде Ни той, ни другой команде А второй период Вот тут настоящий спурт состоялся у 46-х Вот большинство использует сначала Гордин 2-1 Выцеливал Александр Александр, который первый матч сегодня проводил за СКА 19-46 У него в основном были игры за команду СКА Нева Практически сразу же отличился Марченко Который сегодня был заявлен за 46-е И вот смотрите, блестящий проход Бросок в ближний верхний угол Марченко, тренерский штаб СКА Решил дать возможность сыграть эту встречу Для того, чтобы набрать игровые кондиции Марченко долго болел Ну, как и многие хоккеисты из основного состава СКА Так счет стал 3-1 Практически сразу Градович еще отличился Давайте посмотрим Вот бросок Шуйдина Отскочила шайба от Федорова И тут, как тут был Градович Отправил шайбу практически в пустые ворота 4-1 Продолжают атаковать армейцы Но это вот повтор момента, когда отличился Градович Градович, кстати, капитан команды СКА-1946 Продолжается атака СКА-1946 Не стали снижать скоростей И вот интересно такой наброс Неудобной руки был от Шуйдина Вот, смотрите И подправил шайбу Гурзанов Я думаю, что это пас был от Шуйдина Но, тем не менее, Гурзанов Ему там сложно было в борьбе принимать шайбу Он ее просто подправил Итак, 4-1 Но это еще не все Это еще, смотрите, Матвей Мечков Блестящий проход Очень быстрые руки Очень техника высокая Смотрите, как обыгрывает Практически четырех Сейчас он обыграл соперников Матвей Мечков 15 лет Лучший снайпер Молодежной хоккейной лиги Это была уже его 11-я шайба в сезоне 6-1 Вот так завершился второй период То есть 5-0 выиграли 46-е у своего соперника В третьем периоде Не такая уже была высокая результативность Всего лишь две шайбы забросили Хоккеисты СКА 19-46 Вот одна из них Это дубль Мечкова То есть уже 12 заброшенных шайб У Матвея Мечкова Ну, говорят, проспект команды СКА Ну, я... Мне не очень нравится это выражение Давайте будем так говорить Надежда Надежда команды СКА Это счет становится 7-1 Потом долгое время было такое голевое затишье И вот сейчас, смотрите, какая интересная атака Тоже Мечков поучаствовал Только уже в качестве ассистента Вот у него какая блестящая передача Но тут, правда, здорово еще и Хоснудинов сыграл Хоснудинов Вот такая размашистая комбинация Отличился Гурзанов То есть, получается, Гурзанов сделал в этом матче дубль Дубль Мечкова, дубль Гурзанова И в самой концовке третьего периода В самом концовке уже матча Удалось отличиться команде Амурские Тигры Вот так была заброшена эта шайба Отличная передача на Севчука И вот Катаев Прошу прощения, Никитин Который в прошлом сезоне еще играл за СКА 19-46 За СКА Варяги Забросил свою вторую шайбу Итак, 8-2 Поздравление тренеров Вот Илья Гребенников Справа Максим Соколов Ну и главный тренер Альберт Лещев Вот так завершился этот матч Субтитры создавал DimaTorzok